Рубль с гражданина 4 добавит в бюджет, как работает самообложение в Татарстане. В республике нашли почти сотню пятитысячных фальшивок, учимся отличать поделки. И депутаты хотят поднять возраст владения оружием. Каких перемен тогда ждать на рынке труда? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok 838 татарстанских поселений проголосовали за самообложение. Программа эта работает в республике с 2013 года и предполагает софинансирование. На каждый собранный населением рубль татарстанский бюджет добавляет еще 4. И потом уже в поселениях решают, на что направить эти деньги. Что в данный момент нужнее? Отремонтировать водонапорную башню, например, или построить игровую площадку для детей. В прошлом году татарстанские села и деревни имели в распоряжении 1 миллиард 39 миллионов рублей. Из них сами собрали по самообложению 203 миллиона, а республика добавила 835 миллионов. И больше половины, 51% этих денег направили на дорожные работы, 20% на благоустройство территории и 10% на водоснабжение. В этом году по самообложению только за первые полугодия татарстанские поселения уже собрали 213 миллионов рублей. Больше, чем за весь прошлый год. 110 поддельных купюр Банка России и 7 банкнот иностранных государств обнаружили в Татарстане только в третьем квартале этого года. Число выявленных подделок уменьшилось с прошлого года на четверть. Это данные татарстанского отделения Банка России. Каждая пятая фальшивка – тысячерублевые банкноты. Их фальшивомонетчики особенно любят. Таких в Татарстане нашли 14 штук. Больше всего 8 из 10 подделок – это пятитысячные банкноты. Их обнаружили и изъяли 96 штук. Эксперты советуют проверять все деньги, которые попадают вам в руки, как минимум по трем защитным признакам. Только такая проверка будет надежной. При наклоне подлинной банкноты номиналом 5000 рублей яркая блестящая горизонтальная полоса перемещается от середины изображения герба города Хабаровска вверх или вниз. Ниже герба города Хабаровска видно число 5000, выполненное ровными параллельными рядами микроотверстий, которые не чувствуются на ощупь. А на защитной нити видны повторяющиеся числа 5000, отдельные цифры которых при наклоне банкноты смещаются друг относительно друга. При увеличении изображения дальнего берега реки Амур на банкнотах видны стилизованные образы представителей флоры и фауны Дальнего Востока. Если вы обнаружили банкноту и сомневаетесь в ее подлинности, эксперты советуют обратиться в органы внутренних дел, либо сдать банкноту на экспертизу в любой банк, который работает с наличными деньгами. Татарстан предложил повысить минимальный возраст для покупки оружия в России, пишет РБК. Депутаты Госсовета Республики предлагают изменить федеральный закон об оружии и разрешить покупать оружие не с 18 лет, как сейчас, а с 21 года, чтобы молодые люди в полной мере осознавали повышенную ответственность от самого факта владения оружием. Любым. Газовым, огнестрельным, спортивным, охотничьим. Инициатива эта назрела после керченской трагедии, когда 18-летний подросток расстрелял своих сверстников и преподавателей. Поправки направят в Госдуму России. Если их примут, то действовать они будут на всей территории страны и могут привести к заметным экономическим последствиям, говорят эксперты. Например, на рынке труда. Молодые люди младше 21 года не смогут работать в вооруженной охране частных охранных предприятий. А среди тех, кто вернулся из армии в 19-20 лет, это довольно популярная работа. И для жителей Крайнего Севера, где, по сути, единственная профессия – охота. До 21 года человек не сможет легально ею заниматься. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.